Варвара Евгеньевна является главным научным сотрудником ИБРА, профессором, доктором биологических наук. Здравствуйте, спасибо за приглашение и представление. Я расскажу сегодня о последних работах в области эволюционной нейробиологии. Вообще я по образованию нейробиолог, но на теме эволюции и развития нервной системы у нас, наверное, есть с вами общие интересы, и я постараюсь учитывать эту общность. В этой области действительно в последние годы заметен прогресс, очень значимый прогресс, и в большой степени он связан с тем, что не только появились новые методы геномного секвенирования, но и с тем, что они становятся постепенно более доступными. И, конечно, речь идет не только о геномном секвенировании целых организмов, но это и секвенирование генома отдельных клеток. Я расскажу, и вы увидите, почему это тоже важно, о секвенировании транскриптомов и сравнительной транскриптомики, дифференциальной транскриптомики и транскриптомики отдельных клеток. Итак, вот это короткий план сегодняшней лекции, и он имеет такую замкнутую композицию. Мы начнем с темы, которая, мне кажется, должна быть для вас более интересной, но на самом деле она, конечно, интересует не только биологов и даже вообще не только ученых, потому что всем интересно знать, что же такого особенного в человеческом мозге и как это проявляется на уровне генома, генов, и можно ли найти такие последовательности, которые отличны, и не просто их найти, но и понять, какую специфическую роль эти участки генома могут играть в развитии именно человеческого мозга. А потом, обсудив эту тему, мы совершим такой почти головокружительный прыжок от этой вершины эволюции человеческого мозга. К самым истокам, то есть к тем событиям эволюции, которые сопровождали происхождение появления нейронов первых нервных систем. И действительно, это будет некоторое погружение в океан, потому что основные представители базовых метазоа, с изучением которых и связан прогресс в этой области, они обитают именно там, в мировом океане. И в этой части лекции мы обсудим такие вопросы, что был раньше нейрон или нейротрансмиттер, сколько раз в эволюции могли появляться нейроны, какими были при адаптации необходимые для того, чтобы могли появляться нейроны и нервные системы. А затем мы постепенно начнем снова возвращаться к позвоночным, к эволюции мозга позвоночных. И это возвращение будет в значительной степени связано с рассказом о глютаматергической сигнализации. Почему? Ну, просто потому, что именно в этой области появились очень интересные новые результаты, которые дают ответ на очень многие вопросы, связанные с эволюцией глютаматергической системы. Начиная с того, как вообще глютамат мог стать трансмиттером и почему он был, возможно, одним из первых трансмиттеров. И почему у позвоночных новые нейроны в эволюции, вот это увеличение размеров мозга происходит главным образом за счет наращивания именно глютаматергической сигнализации. Если у мыши 50% мозга глютаматергический, то у человека это уже 80%. Почему у позвоночных глютамат называют возбуждающим трансмиттером? А это потому, что к нему остались только возбуждающие рецепторы. Когда, как, например, у беспозвоночных, у первичных народных много тормозных рецепторов глютамата. То есть это совершенно обычный трансмиттер, которому есть разные типы рецепторов, и не только возбуждающие. А вот у позвоночных почему-то акцент именно на возбуждающих. Собственно, тормозных практически и не осталось у них. И таким образом мы постепенно снова вернемся к теме и млекопитающих, и человека. И на закуску я предлагаю обсудить такую тему. Это почти детские вопросы, но они на самом деле, как вы увидите, довольно серьезные и сложные. Зачем вообще нужно много нейронов? Зачем увеличивать число нейронов эволюции? Дорого ли это обходится? И вообще, чем оплачиваются когнитивные функции? И на молекулярном уровне, и на уровне физиологии, продолжительности жизни, репродуктивных функций. То есть вся биологическая плата, которая, возможно, мы обсудим, насколько это дорого развивать пластичность нервной системы и усиливать когнитивные функции. Ну вот, если этот план принят, то вперед. Какие участки генома и как определили отличие мозга человека? Но прежде чем я перейду к статьям, которые непосредственно связаны с этой темой, я хочу напомнить вам, что на сегодняшний день одним из все-таки самых сильных отличий человеческого мозга, самых ярких и несомненных является увеличение числа нейронов. Вот на этой картинке представлен размер мозга пропорционально числу нейронов. Ну и видно, что действительно человеческий мозг – это нечто выдающееся именно в плане числа нейронов. Интересно, что напрямую посчитать количество число нейронов в мозге человека и других позвоночных удалось относительно недавно. До этого это были все косвенные методы, которые позволяли делать какие-то экстраполяции на основе подсчета нейронов на отдельных срезах, участках. А вот впервые это было сделано всего лишь в 2009 году, использовали просто метод проточной цитофлориметрии и действительно напрямую пересчитали нейроны в мозгах самых разных позвоночных. И оказалось, что действительно вот эта количественная оценка, она хорошо ложится на оценку когнитивных способностей. То есть действительно корреляция здесь есть, хотя есть и некоторые исключения. Ну, о них можно говорить отдельно, наверное. А пока мы запомним этот факт. Почему? Потому что практически все, что удалось узнать про специфичные для человеческого мозга гены и про их функции, так или иначе оказалось связанным с увеличением эффективности производства нейронов в антогенезе. Вы скажете, может быть, это был поиск под фонарем, то есть мы находим то, что нам уже более или менее понятно. И, в общем, да, конечно, проще находить те функции, которые нам уже известны, и находить какие-то связи между тем, что нам известно хотя бы с какой-то стороны. Очевидно, что это так, но, в общем, куда деваться. Одной из лучших работ в этой области остается работа 2018 года, опубликованная в СЭЛ. Она связана с идентификацией специфического гена и специфической копийности этого гена у современного человека. Это так называемый ген НОЧ-2НЛ, который действительно отличает человека от высших приматов. Ну, и предполагается, что у современного человека есть отличие, например, от неандертальцев по копийности этого гена. Значит, вот здесь слева показана эволюция, возможная эволюция этого гена. Предполагается, что довольно известный и распространенный ген НОЧ-2 примерно 8-10 миллионов лет назад претерпел дупликацию, в результате которого появилась сначала несовершенная копия этого гена. Такое часто бывает при неполных дупликациях. И эту копию гена, почему-то мышь, а, вот работает. И эту неполноценную копию гена, псевдогена, мы действительно находим у современных приматов. У гориллы и у шимпанзе есть эта копия гена. Затем на уже этапе человеческой эволюции произошла конверсия. То есть, когда по хорошей копии была восстановлена гомологичная копия, произошла некоторая починка и образовался работающий ген, несколько отличающий от предшественника, собственно, тот самый НОЧ-2. Ну а затем произошло еще несколько дупликаций, которые привели к тому, что у современного человека три копии этого гена. Вот здесь на правом рисунке авторы провели параллельную оценку того, как менялся размер черепной коробки, соответственно, на протяжении той же временной шкалы, для которой построена вот эта эволюционная схема. Ну еще раз, на более понятной схеме, это графический абстракт к этой статье, вот те эволюционные события, о которых я уже рассказала, появление сначала псевдогена, затем починка, конверсия, восстановление работающей копии, затем еще несколько дупликаций. Кстати, это открытие в очередной раз подтверждает представление о том, что в эволюции большую роль появления инноваций, большую роль играют дупликации генов. Вот в данном случае это рассказ на ту же тему. Что интересно, что в геноме современных людей периодически встречаются как две копии, так и четыре копии этого гена. При этом в первом случае мы встречаемся с микроцефалией, то есть маленьким мозгом, и наоборот макроцефалы появляются при четырех копиях этого гена. Интересно, что вот эта эволюционная неустойчивость, таким образом, она до сих пор проявляется. Она сохранилась, неустойчивость именно в отношении числокопий этого гена. Ну и что же он делает? Ну вот кажется несколько неожиданным, что на самом деле это репрессор нейрогенеза. Репрессор в том смысле, что ген НОЧ-2НЛ замедляет дифференцировку радиальной глии в нейрон. Ген НОЧ-2НЛ на самом деле является просто потенциатором функции гена НОЧ-2, которая, как я уже сказала, сводится к замедлению дифференцировки радиальной глии в нейрон. А при появлении гена НОЧ-2НЛ и, соответственно, в зависимости от числа копий эффект этот будет усиливаться, будет усиливаться тормозное влияние НОЧ-2 на дифференцировку глии в нейроны. Почему это хорошо? Да просто потому, что перед дифференцировкой радиальной глии успевает пройти большее число делений. И таким образом увеличивается пул клеток предшественников, из которых образуются нейроны. На мозговых роганоидах, я думаю, вам не нужно объяснять, что это такое. Это клетки, которые получают, как правило, сначала из дедифференцированных плюрипатентных нейронов, которые можно направить в определенную дифференцировку. В данном случае убирается глиально-миральное направление. И получили нокаут этих человеческих мозговых органоидов с геном НОЧ-2НЛ. И что получилось? Ну, получилось вот то, что и предсказывали, что действительно клетки радиальной глии в этом случае быстрее переходят в нейроны, дифференцируются в нейроны. Вы видите, что здесь свечение ярче, чем в контрольной группе. И опять кажется, что противоречивый результат, что здесь же нейронов стало больше. Но логика такая, что при этом истощается пул клеток предшественников. И поэтому в конечном счете нейронов получится в этом случае меньше. Следующая работа, которую я коротко упомяну, 21-й год, публикована в нейроне, в нейробиологии, это журнал номер один. Статья изучала последовательности, так называемые последовательности, которые наиболее быстро эволюционируют именно в геноме человека. На сегодняшний день это примерно 3100 последовательности. Обратите внимание, что это не гены целиком, это некоторые участки, которые отличаются быстрыми изменениями. Это могут быть энхансерные области, какие-то еще. И, собственно, вот это важный момент, потому что, ну, не знаю, может быть, кто-то из вас помнит ситуацию, которая была лет 10-15 назад, когда активно искали гены, специфичные для человеческого мозга. И эти ожидания были настолько неоправданы, что на какое-то время интерес к поиску генетических последователей, отличающих человека от ближайших его родственников-приматов, как-то приостановилось. И даже был огромный проект, который и дорогостоящий, который был посвящен анализу лепидома. И действительно оказалось, что вот в лепидоме мы видим гораздо больше отличий, чем в геноме. И вот тогда это была сенсация. Но потом как-то эти работы приостановились. Я, честно говоря, не знаю, есть ли у них продолжение. А вот генетика потихонечку развивалась. И в результате пришли к выводу, что на самом деле, конечно, отличия есть. Просто они гораздо тоньше. Они не такие масштабные. То есть мы редко сталкиваемся с таким явлением, вот как было описано в предыдущей статье, где действительно есть выраженные изменения в числе копий и так далее. Вот чаще всего это изменения небольших участков. Но они связаны, безусловно, с регуляцией генома. Что интересного в этой статье? Самый интересный ее результат, вот я его выделила желтым цветом, оказалось, что почти половина этих последовательностей, специфичных для человеческого мозга, связаны с регуляцией развития нервной системы. То есть мы действительно в большой степени люди, именно потому, что наша нервная система развивается как-то по-другому. Ну и детально роль, детально была проанализирована роль последовательности вот с такой аббревиатурой, но я не буду про нее рассказывать. Почему? Потому что результаты оказались очень похожи на те, что я вам только что рассказывала в связи с предыдущей статьей. Потому что роль изменений в этой последовательности связана тоже с замедлением нейрогенеза, с замедлением развития специфичного для человека и с увеличением клеток предшественников в результате ведущей к увеличению числа нейрона. Следующая работа. 20-й год, тоже нейрон. Она интересна тем, что выявляет некоторый потенциальный механизм для родительского влияния на нейрогенез и число нейронов у потомка. Здесь изучали экспрессию рецептора к серотонину. Второго типа рецептора к серотонину клетками радиальной глии, субентрикулярной зоны. У человека, еще одного млекопитающего, у которого отмечается выраженная складчатость коры, это хорек, и у мыши, у которой кора более гладкая. Но вы знаете, что складчатость коры отражает ее размеры, отражает ее площадь. Но оказалось, что и у человека, и у хорька, то есть у тех животных, у которого большая кора, и выражена складчатость коры, клетки предшественники нейронов на определенном этапе развития экспрессируют рецепторы к серотонину второго типа. Почему это потенциальный механизм для родительского влияния? Потому что серотонин – это трансмиттер, который очень чувствителен и к изменениям во внешней среде, и к изменению поведения самого организма, изменению его состояния. И, кстати, 70% серотонина, хотя это известный нейротрансмиттер, но 70% серотонина синтезируется совсем не в нервной системе, а в кишечнике, в таких областях. Ну и вот иллюстрации с той же статьи, где показано, что если мы действительно апплицируем серотонин, то прореферативная активность плеток радиальной глии и в человеческой ткани, и у хорька увеличивается, а у мыши не меняется. Две работы вышли в октябре этого года, обе в Нейче. Работы взаимосвязаны. Они обе связаны с демонстрацией роли ретиноевой кислоты в формировании префронтальной коры человеческого мозга. Префронтальная кора, ну, не нужно вам, наверное, объяснять это, что это, во-первых, область, которая действительно лучше всего развита у человека и которую связывают с рядом так называемых высших когнитивных функций. Это и оценка вероятности, планирование, построение прогнозов, эмоциональный контроль и так далее и тому подобное. Морфологически она действительно развита лучше. У человека в ней много дендритных шипиков, высокой плотности, сильные ее связи с другими отделами мозга и так далее. И здесь уже вопрос ставится немножко другой. Не как вообще достигается увеличение числа нейронов в человеческом мозге, а как можно сделать специфическое увеличение численности нейронов в какой-то одной области. В данном случае в передних областях, в областях префронтальной коры. С чего вся эта история началась? Она началась с того, что делали транскриптомику, сравнительную транскриптомику генов в развитии человека и приматов. Оказалось, что у человека целый ряд генов, которые отличаются своей экспрессией, чувствительны к ретиноевой кислоте. Ретиноевая кислота – это производная витамина А. Вообще для нейробиологов эти результаты очень неожиданны. Для биологов развития, наверное, они более закономерны, потому что, насколько я знаю, витиновая кислота – это такой известный регулятор развития и нормального, и патологического. Но вот в связи с развитием мозга и его специфических областей это действительно некоторая сенсация. Итак, вот была такая крохотная зацепка, что вроде бы много генов, в которых экспрессия изменилась, и все они так или иначе связаны, чувствительны к ретиноевой кислоте. Ну а дальше напрямую измерили концентрацию ретиноевой кислоты в развивающемся мозге человека, макаки и мыши. И оказалось, вот это как бы переднее-заднее направление, оказалось, что у человека очень выражен градиент этой ретиноевой кислоты, у макаки он менее выражен, и у мыши он очень слабый. Очень интересно. Ну а дальше, очевидно, стали использовать весь арсенал доступных методов уже на мыши. Понятно, что с человеком и с макакой этого не сделаешь. Ну и что делали? Во-первых, нокаут рецепторов ретиноевой кислоты посмотрели, оказалось, что даже у мышей в этом случае ослабевают связи префронтальной коры с таламусом. Вот это показано здесь, да, вот это в норме, дикий тип и нокаутирование. Можно сделать противоположную, добиться противоположного эффекта, можно сделать нокаут, и они это сделали, нокаут гена фермента деградации ретиноевой кислоты. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что ретиноевой кислоты становится больше. А как это отражается на мозге мыши? А он становится, можно даже сказать, более человекоподобным. То есть действительно увеличиваются префронтальные области, увеличивается выраженность дендритных шейпиков, но вот становятся ли эти мыши более умными? На этот вопрос нет ответа, видимо, просто никто не дождался. Вот, таким образом, первая работа действительно достаточно убедительно показывает, что ретиноевая кислота и ее градиент может определять специфическое усиление развития передних областей мозга. И, кстати, этот градиент может определяться тем, что как раз фермент, деградирующий ретиноевую кислоту, тоже экспрессируется неравномерно в человеческом мозге. Его экспрессия ниже в передних областях. А вот это вторая работа, извините, что я ее не успела перевести на русский язык, но здесь все очень просто. Почему она тоже связана с ретиноевой кислотой? И почему она связана с темой генетических последовательств? Потому что у человека есть специфическая делекция в некоторой зоне, которая является энхансером белка церебелина. Этот церебелин связан с формированием дендритных шипиков, плотность которых очень высока в префронтальной коре именно человека. То есть у человека, так же как градиент ретиноевой кислоты, есть градиент плотности дендритных шипиков. Он тоже просматривается в передне-заднем направлении. И вот белок церебелина, это было известно, и раньше он связан с формированием дендритных шипиков. Оказалось, что вот крохотные дилеции в области, энхансерной области этого белка церебелина обеспечивают повышение его чувствительности к ретиноевой кислоте. Почему эта работа усиливает данные первой? Ну потому что, как правило, если какой-то фактор действительно значим, то мы будем сталкиваться с тем, что в эволюции всегда происходит активация нескольких синергичных механизмов настройки. Что если что-то полезно, то мы, как правило, столкнемся, что это будет использовано и здесь, и там. И вот хороший пример того, что действительно дилеция, которая привела к повышению чувствительности уже к ретиноевой кислоте, она оказалась полезной и была использована и сохранилась в человеческом геноме. Вот эти две работы. Хорошо, но до сих пор мы говорили о том, что в человеческом мозге больше нейронов. Мы поговорили о том, какие генетические механизмы могут лежать в основе увеличения численности нейронов, какие механизмы могут лежать в формировании специфических областей, то есть в увеличении плотности нейронов, увеличении числа нейронов в определенной области, например, при фронтальной каре. Но а что касается самих нейронов? Что с человеческими нейронами? Они остаются такими же, какими они были у приматов и есть, и у всех остальных. Или они как-то тоже меняются. Становятся ли сами нейроны сложнее, разнообразнее, лучше. И в этой области можно встретить публикации, которые делятся, наверное, на две группы. Первые действительно дают достаточно ожидаемый результат, что у человека становится все лучше. А вот другие поднимают вопрос о возможной плате за очень быстрое увеличение числа нейронов в эволюции мозга человека. Вот эта работа опубликована в Nature Communications в мае 2021 года. Работа в первом русле, о котором я только что рассказала. Она занималась изучением разнообразия нейронов в слоях коры на живых срезах человеческого мозга. И изучалось морфологическое разнообразие нейронов и разнообразие их биофизических характеристик. И авторы пришли к выводу, что да, у человека нейроны отличаются друг от друга больше, чем у других животных в распределении по разным слоям коры. Ну, а вот эта работа опубликована уже в Nature. Она совсем, кстати, свежая. В ноябре, по-моему, она вышла. Но она как раз дала неожиданный результат. Оказалось, что есть некоторая характеристика нейрональная, а именно плотность или число ионных каналов на определенный участок мембраны, на определенном размере мембраны. И вот эта характеристика отличается удивительным постоянством у всех исследованных млекопитающих. Вот они здесь внизу все перечислены, вот их нейроны. Вот у них у всех, несмотря на различия, здесь и обезьяны, и морские свинки, очень далекие друг от друга в эволюционном отношении. Животные, да, эти все нейроны и у человека, и у них брали из одной и той же области коры. Это пятый слой коры. Оказалось, что у всех, кроме человека, эта характеристика примерно одинаковая. И только у человека почему-то мембраны оказались беднее по наличию ионных каналов. Да, это первая такая работа. Конечно, мы пока не можем экстраполировать на весь мост, но тем не менее очень интересный результат. Что он значит? Авторы не понимают, но высказывают предположение, что это может быть связано каким-то образом с экономией. Что это может быть либо проявлением платы за быстрое развитие человеческого мозга и за его высокую пластичность, и позволяет каким-то образом сэкономить энергию для того, чтобы, как они пишут, обеспечить другие нейрональные процессы. Но видите, что, в общем, идея пока не очень богатая. Просто интересный факт. Ну что же, вот на этом мы, наверное, закончим временно с человеческим мозгом. Это практически, наверное, все интересные работы, которые здесь появились в последние годы. И совершим вот тот прыжок, о котором я вам говорила в начале, к самым стокам эволюции нервной системы, о том, как появлялись нейроны в эволюции, сколько раз. Здесь мы обсудим вот такие темы, как хулигиней или множественное происхождение нейронов эволюции. Мы обсудим тему того, что трансмиттеры, конечно, были до нервной системы, и они были унаследованы нервной системой. Но, собственно, я думаю даже, что вы это уже прекрасно знаете, потому что сейчас уже это утверждение практически не вызывает сомнений. Я просто покажу некоторые новые факты в пользу этой гипотезы. Мы обсудим, как организм, у которого нет нервной системы, может координировать поведение, может ползти в нужном направлении, убегать от опасности, есть и при этом обходиться обычной химической сигнализацией между клетками, не нервной природы. Мы обсудим, какие при адаптации были необходимы для того, чтобы нервная система появилась, и обсудим идею происхождения нейронов из секреторных клеток. Идея эта заключается в том, что, по сути, нейроны – это сложные и развитые секреторные клетки, которые научились секретировать на очень большом расстоянии, и которые научились делать это очень быстро. То есть быстро передать сигнал в пределах клетки с одного конца на другой, и таким образом быстро осуществить секрецию в нужной области, находясь на достаточном расстоянии от места секреции, если тело нейрона самого может находиться на большом расстоянии от места секреции. Вот все эти идеи, которые я сейчас вам сказала, были озвучены примерно 40 лет назад замечательным нейробиологом Дмитрием Антоновичем Сахаровым. А новые результаты в пользу этих идей были получены его учеником и моим научным братом Леонидом Морозом, профессором Флоридского университета. В этом году вышло несколько работ его группы в самых лучших журналах. Последняя работа была в Сайдс, которые посвящены происхождению и развитию нервной системы. И приятно, что вот этот обзор, он как раз посвящен 90-летию Дмитрия Антоновича Сахарова. И, собственно, здесь прямо говорится, что именно его идеи, изложенные в том числе в книге «Генеалогия нейронов», были движущими силами для исследований Леонида Мороза. Если сейчас уже никого, наверное, не удивит утверждение о том, что трансмиттеры были унаследованы нервной системой, но вы знаете, что и в развитии трансмиттеры работают еще до того, как появляются первые нейроны, и они являются важными регуляторами и внутриклеточными регуляторами развития. Уверены, что вам про это читали лекции, что имя Бузникова, например, вам известно, тоже выдающегося ученого, работавшего в ИБРИ. Но Мороз делает более сильное утверждение. Он говорит, что нейротрансмиттеры и развитая химическая сигнализация между клетками, а также развитая секреторная активность клеток, были необходимыми при адаптации для того, чтобы нервная система вообще могла появиться. Собственно, вот это его утверждение, что трансмиттеры сделали нервную систему. Какие есть подтверждения в пользу? Ну, прежде всего, конечно, нужно смотреть, существует ли развитая химическая сигнализация между клетками у организмов, у которых еще нет нейронов. И мы вернемся к этой теме. А сначала я сделаю небольшое отступление в область независимого появления нейронов в эволюции в трех основных токсономических группах метазол. О том, что у грибневиков нервная система появилась в эволюции независимо от нервных систем белотерий и кнедарий, говорили еще несколько лет назад. Извините, я не помню точный год публикации. Но, в общем, это было связано с тем, что отсеквенировали геномы грибневиков, и оказалось, что эти организмы эволюционно очень далеки и от кнедарий, и от белотерий. И более того, где-то в промежуточном положении оказались животные, у которых нет нервной системы. Затем некоторые исследователи стали говорить не только о том, что нервная система сформировалась у грибневиков независимо от белотерий и кнедарий, но также о том, что у них два раза сформировались две независимые нервные системы. Но основанием для таких предположений стало то, что, во-первых, эти нервные системы формируются из разных клеток в антогенезе, в развитии. Кроме того, группой Леонид Мороза было показано, что еще эти нервные системы отличаются по химической сигнализации. Они используют разные трансмиттеры, что тоже является косвенным подтверждением в пользу такого возможного сценария. У белотерий и кнедарий нейроны тоже могли формироваться независимо. И в пользу этого предположения говорит и генетика, а также проведенный анализ химических систем в нейронах белотерий и кнедарий, осуществленные группой Мороза. Оказалось, что нервные системы используют разный набор в чем-то. Например, есть инновации, которые характерны только для белотерий. И к этим инновациям относятся очень хорошо известные трансмиттеры, такие как сиротонин, дофамин, ацетилхолин, норадреналин, дофамин. Вот они на сегодняшний день найдены только в нейронах белотерий. Биогенные амины присутствуют и у кнедарий, но не в нейронах, а в других клетках. По крайней мере, на сегодняшний день такой расклад. Возможно, тоже появятся какие-то данные, которые опрыгают такое предположение. Но вот пока это последнее представление о том, сколько раз могли появляться нервные системы в эволюции нейроны. И мы говорим, что минимум три раза. И данные о наличии химической сигнализации, специфичности этой химической сигнализации тоже согласуются с этим предположением. Ну а теперь вернемся к тому, такие при адаптации были необходимы для того, чтобы могла появиться нервная система. Вот каким мог быть, во-первых, вот этот общий ненервный предок всех метазов. Предполагается, что это, конечно, было многоклеточное существо, у которого клетки отличались и по транскриптомике, и по тому, какие сигнальные вещества они использовали, и по набору рецепторов. Предполагается, что представители плакозо, пластинчатых, чем-то могли быть похожи на этого общего предка. У этих организмов нет нервной системы, но у них есть поведение, связанное с направленной лакомоцией, с охотой, пищевым поведением, убеганием. Вот все это клетки умеют делать, даже не имея нейрон. Генетический анализ этих организмов, транскриптомика отдельных клеток в данном случае, во-первых, показало, что действительно у такого относительно простого организма система химической сигнализации уже высокоразвита. Десятки систем межклеточной сигнализации, которые включают и ферменты, и синтеза сигнальных молекул, и рецепторы к ним, найдены классические трансмиттеры, это глютамат, гамк, большое число пептидов. Что важно, что действительно разные клетки используют для сигнализации разные секреторные молекулы и имеют разный спектр рецепторной чувствительности. Почему это важно? Потому что предполагается, что именно на этом разничье строится координация поведения клеток и, следовательно, координация поведения организма в отсутствии нервной системы. То есть, если клетки знают, знают в кавычках, как правильно отвечать на определенный сигнал межклеточники, который был туда секретирован их соседями, то поведение может быть согласованным. А как они знают, они имеют в кавычках правильные рецепторы, каждый свой тип рецептора для ответа на этот сигнал. Те, кому нужно удлиняться, имеют один тип рецептора, те, кому нужно сокращаться, будут иметь другой тип рецепторов в ответ на тот же самый сигнал. Вот такое грубое объяснение, как это может работать. Ну и действительно, фармакологические эксперименты доказали роль, такую координирующую роль некоторых сигнальных молекул в организации поведения этого организма. То есть, например, вы можете просто добавить глютамат в раствор, и животное в ответ на это продемонстрирует вам четкую поведенческую программу. Куда-нибудь поползет или что-нибудь съест. Ну и вот в результате всех этих исследований и геномных, и транскриптомных, и фармакологических даже, группа профессора Мороза приходит к выводу, что действительно корей-трансмиттеры сделали нервную систему, и вот эта высокоразвитая химическая сигнализация на плане необходимой приадаптации для появления нейронов, которые исходно могли функционировать без синапсов на основе объемной секреции. И эта точка зрения позволяет рассматривать нейроны как вообще усовершенствованные секреторные клетки, которые просто научились секретировать на большом расстоянии своего тела и быстро передавать туда сигнал с помощью электричества. Так, ну вот это тоже интересный момент, но давайте мы его пропустим, потому что иначе боюсь, что мы просто не успеем. Значит, как глютамат стал нейротрансмиттером? Вот я очень рекомендую вам хотя бы посмотреть на работу, опубликованную в журнале нейромокология, эволюция глютаматергической сигнализации и синус. Просто сейчас таких работ очень мало. Знаете, как правило, да, очень хорошая экспериментальная база, но интересных идей, ну не больше двух на статью. Вот в этой работе, помимо колоссального экспериментального материала, геномики, транскриптомики клеток, еще какой-то просто кладезь очень интересных идей. Вот это действительно уникальная работа, и она описывает эволюцию глютаматергической системы. Первый вопрос, на который мы захотим здесь ответить с помощью группы Леонида Мороза, это правда ли, что глютамат мог быть одним из первых трансмиттеров в эволюции? Идея была озвучена, на самом деле, уже лет 10-15 даже назад, но тогда она была известна в узких кругах, и как-то казалось, что все-таки маловато оснований для того, чтобы высказывать это предположение. Может быть, да, может быть и нет. Первый трансмиттер, и что это был сигнал повреждения клетки. Но когда научились делать метаболомы, отдельных клеток, то отношение к этой гипотезе существенно изменилось. Вот посмотрите, здесь показаны метаболомы двух очень далеких в эволюционном отношении клеток. Это клетка эшерихи Холи, и это иммортализованная клетка печени мыши. В том и в другом случае размер круга отражает, соответственно, долю того или иного метаболита в этом метаболоме. И мы видим, что и в том и в другом случае глютамат, безусловно, является доминирующим метаболитом в клеточном метаболоме. Раз так, то действительно кажется, что гипотеза о том, что глютамат мог быть одним из первых трансмиттеров, кажется очень правдоподобным. Почему? Потому что разрушение клетки это действительно очень важный биологический сигнал. Он интересен для окружающих, потому что если кто-то разрушается, значит его можно легко и безнаказанно съесть. И полезно было бы иметь такую систему, которая могла бы быстро определить, откуда идет этот сигнал, и быстро туда ползти. С другой стороны, если разрушается ваша собственная клетка в вашем организме, и глютамат появляется в межклеточном пространстве, то это тоже очень важный сигнал другим по направлению знакам, но тоже требующий каких-то действий. И желательно уметь быстро распознавать этот сигнал и быстро на него реагировать. При повреждении клетки вот все это оказывается в межклеточном пространстве. Но на что проще всего будет настроиться? Ну, конечно, будет проще всего настроиться на то, чего там больше всего. К тому же, вот эта высокая концентрация, она позволит на большем расстоянии детектировать этот сигнал. Следующий слайд, он просто показывает, он отчасти объясняет, почему глютамата может быть так много в клетках. Но он действительно занимает такое место на перекрестке многих биохимических путей. Это и цикл Крепса, и синтез аминокислот. Хорошо. Действительно ли глютаматные рецепторы появились давно? У кого они вообще есть? Что нам известно об их эволюции? Ну, здесь вы ничего не сможете рассмотреть, конечно, потому что на этом рисунке слишком много информации. Но общее представление получите. Действительно, глютаматные рецепторы встречаются практически у всех исследованных организмов, включая одноклеточные растения. Они есть у всех, и они сформировались очень давно в эволюции. У них огромная история. В настоящее время 22 типа рецепторов обнаруживают. Здесь показаны и места независимого появления в эволюции важных концовых доменов этих глютаматных рецепторов. Предполагается, что по крайней мере четыре раза это могло происходить независимо в нескольких линиях. Показаны дупликации вот такими севыми треугольниками. Ну, если будет интересно, можно будет посмотреть подетальнее в самой статье. Ссылка есть. Мы сейчас поговорим о том, насколько разнообразны глютаматургические системы. Вот с одной стороны интересно, что некоторые такие анцестральные функции глютамата, такие как пищевой сигнал и сигнал стресса, сохранились и у современных организмов, и даже у человека. И здесь особенно, мне кажется, интересно вспомнить про то, что вкусовые рецепторы, вкусу юми, по-моему, называется, да, вот это то, что грибной вкус, они, по сути, являются глютаматными рецепторами и реагируют на глютамат. И, кстати, не случайно глютамат мы используем в качестве приправы, которая говорит нам о том, что это вкусно. И вот это действительно такое, но очень интересное осознание того, что вот эта гипотетическая первоначальная функция глютамата как повреждение кого-то, кого можно съесть, вот она эволюционировала и добралась до нас, и нам кажется до сих пор вкусным то, что содержит глютамат. Глютаматергические системы довольно разнообразны. Во-первых, здесь интересный факт, что человеческий мозг состоит на 80% из глютаматных нейронов, то есть увеличение числа нейронов в эволюции происходило главным образом за счет наращивания глютаматергических клеток. У мыши 50%, а, например, у беспозвоночных глютамат функционирует наряду с другими трансмейтерными системами, это всего 5-10% нейрона. Интересно, что человеческий мозг вовсе не рекордсмен по разнообразию глютаматных рецепторов, всего 18 типов, а кроме того, он отказался от тормозных рецепторов, и в результате очень часто это глютамат называют возбуждающим нейротрансмиттером. На самом деле, если смотреть на широкую эволюционную шкаль, он никакой не возбуждающий трансмиттер, он обычный трансмиттер, просто у позвоночных сохранились только возбуждающие рецепторы. Рекордсменом по числу глютаматных рецепторов оказались моллюски. У них 26 типов глютаматных рецепторов, больше, чем у человека. А рекордсменом по числу глютаматных транспортеров это молекула, которая находится в визиколах и закачивает глютамат в визиколы, что необходимо для секреции последующей. Рекордсменом по глютаматным транспортерам оказались канедарии. Какие еще интересные отличия? Ну, например, у насекомых глютамат используется в качестве нейромышечного трансмиттера. У моллюсков он используется в семинаронах. У человека он не используется в нейромышечных контактах. Как я уже сказала, 80% центральных нейронов используют глютамат и в сенсорных нейронах он также присутствует. Ну и вот сейчас, наверное, хороший повод задать вопрос, а почему, собственно, позвоночные так стали выделяться среди всех прочих по использованию глютамата? Во-первых, почему увеличение числа нейронов происходило главным образом за счет увеличения доли глютаматов в нейронах? И почему возбуждающие глютаматные рецепторы? Ну, вот на первый вопрос есть на самом деле два ответа. Возможно, оба важны. Во-первых, давайте вспомним метаболом, клеточный метаболом. Глютамата уже и так очень много в клетке. Его не нужно специально синтезировать. Все, что нужно для того, чтобы получить глютаматергическую клетку, это сделать транспортер, визикулярный транспортер. То есть нужно экспрессировать всего лишь один ген для того, чтобы получить глютаматергическую клетку. С другими трансмиттерами ситуация совсем не такая. Ну и вы наверняка это уже знаете, что, скажем, катахоламины, монамины, другие требуют сложной цепочки синтезирующих ферментов. И каждый из этих ферментов должен быть экспрессирован. В общем, это все гораздо сложнее. С другой стороны, глютамат оказался энергетически очень недорогим раз. Здесь, извините, опять на английском языке дается оценка энергетической стоимости. Глютаматной сигнализации. Кроме того, глютамат сам может быть использован в качестве энергетического ресурса. Таким образом, ответ может быть таким. Увеличение, стремительное увеличение числа нейронов в эволюции мозга позвоночных за счет глютамата происходило потому, что это был самый простой, самый быстрый и самый энергетически выгодный способ. Хорошо. Давайте попробуем говорить о втором вопросе. И вот это уже моя гипотеза. Почему возбуждающий рецептор? Для пластичности нервной системы важно и возбуждение физиологическое, и повышение пластичности генома. А глютамат, как выяснилось, влияет сразу на два эти фактора. Относительно недавно стало известно, что именно через возбуждающие глютаматные рецепторы мы можем проследить путь. Местами он доказан, местами он еще гипотетический. Но тем не менее, именно через возбуждающие глютаматные рецепторы у нас лежит путь к активации так называемого КДД-45. Такой неспецифический деконденсатор гетерохроматин, он активируется глютаматом. А значит, он позволяет, повышает доступность генома для эпигенетической регуляции. Вот смотрите, весь прошлый век говорилось о том, что просто повышение возбуждения, повышение электрической активности, возбудимость отдельных клеток является необходимым условием для когнитивной активации. Недостаточным, да, это важно. Конечно, это недостаточное условие, но оно необходимо. То есть без вот этого возбуждения никакие новые задачи не решаются. Это возбуждение, но разные гипотезы, для чего оно было нужно. Считается, что можно выйти из каких-то устойчивых состояний и сформировать новые связи, новые ансамбли, новые констелляции взаимосвязанных клеток. В 20 веке стали понимать, что эти два явления взаимосвязаны и что когнитивные функции связаны с повышением предрасположенности генома мозга к пластическим перестройкам. Ну вот цитата из обзора 16-го года, которая утверждает, что сейчас мы рассматриваем когнитивные функции как некоторый генетический феномен, что действительно без изменения структуры хроматина, без изменения регуляции экспрессии, самой экспрессии генов, большая часть когнитивных процессов не идет. Есть доказательства, есть патологии, когда хроматин перекручен и там не только ослаблены когнитивные функции, но и не идет на эрогенез, например, синдром Кабуки. В 17-м году появились первые доказательства, первые свидетельства того, что вот эти два явления возбуждения и повышения пластичности такой электрической, физиологической нейронов и состояние хроматина взаимосвязаны. Вот в гиппокапе показали, что если мы просто деполяризуем нейроны, возбудим их, используя калий-хлор, который просто меняет концентрацию ионов и приводит к возбуждению, то оказывается, что 90% генов, изменивших свою экспрессию, оказались деметеллированы. Деметеллирование повышает доступность генома, обеспечивает и повышение экспрессии генов, и их регуляции. И наоборот, можно вызвать жесткую депрессию у животных, у мышей, как всегда, несчастных, когда они уже не в состоянии и ни на что не способны. И оказывается, что в этом случае мы наблюдаем обратное явление, снижается транскрипция всех типов КДД-45 от того самого релаксера гетерохроматина, от того самого белка, о котором мы с вами говорили. Еще одна работа 21 года, май. Ну и, собственно, она на ту же тему, она подтверждает то, что я вам только что сказала. Здесь смотрели, как мыши реагируют на, вернее, их геном реагирует на обогащение среды, в которой они живут. И оказалось, что действительно, я выделила желтым один из основных эффектов, такой, да, неспецифический достаточный эффект, это повышение доступности хроматина. Хорошее английское выражение. Соответственно, повышенная предрасположенность к каким-то пластическим изменениям, к изменению экспрессии, регуляции генома. И очередной вывод, что вызванные обогащением среды обучения память непосредственно связаны с эпигеномом и изменением организации генома. Да, там даже были найдены изменения взаимодействия отдельных хромосом после помещения животных. в такие условия обогащенной среды. Вот, ну и вот еще одна работа, это как раз на тему синдрома Кавуки, о котором я рассказала. Давайте мы ее пролистаем, а теперь перейдем к следующей важной теме. Ну, да, хорошо. Вот пластичность, она действительно нужна, по-видимому, и полезна для того, чтобы думать, для того, чтобы учиться, для того, чтобы быть умным. Но дорогое это явление или нет в биологическом плане? Оказалось, что это дорого. Почему? Потому что, по-видимому, нейронам приходится расплачиваться за эту высокую пластичность и за постоянные перетурбации хромотина и своего генома приходится расплачиваться мутациями. Вот первая работа появилась в 16-м году, которая анализировала геномы отдельных нервных клеток. Ну, здесь методика, как это было сделано, сейчас не будем на этом останавливаться. А что нашли? Нашли неожиданное высокое содержание мутаций в геноме нервных клеток, которая отличалась в разных нейронах, и все эти мутации были накоплены уже после того, как сформировался зрелый нейрон. То есть мы знаем, что большинство мутаций приобретается клетками во время метоза, правильно? Да, система репарации работает, но они никогда не совершенны на 100%. Все равно мутации накапливаются при каждом делении. И более того, по числу тех накопленных мутаций можно иногда даже судить о том, через сколько делений клетка прошла. Вот нейроны, оказывается, большинство мутаций накапливают уже после того, как они дифференцируются во время своей взрослой жизни. Вот 120 мутаций – это число, которое дали авторы этой статьи, но это не среднее значение, это минимальное значение. Можно представить, каким может оказаться максимальным значение. Это действительно очень много по сравнению с другими клетками. Вторая не очень приятная новость связана с тем, что мутации эти оказались распределены неравномерно по геному, но были характерны для эволюционно-консервативных областей, которые содержат гены и регуляторные сайты. То есть это функциональные участки. Ну и, наконец, обнаружили, что мутации накапливаются больше именно в тех генах, которые чаще экспрессируются. И в этом отношении нейроны оказались не похожи на другие клетки. Вот здесь, кстати, пример именно интенсивно экспрессируемой области генов. Если энтестинальные клетки накапливают в этой области относительно немного мутаций, то нейроны накапливают много. А вообще, наверное, вы тоже знаете, считается, что есть специальный механизм, который защищает от мутации именно те гены, которые чаще используются клетками. Почему в нейронах это не так? Никто не знает. Либо потому, что эти системы работают, но не справляются с высоким уровнем мутогенеза в нейронах, либо их активность по какой-то причине снижена. Может быть, в пользу пластичности. Это пока неизвестно. Итак, работа 2021 года, которая связана с одиночными разрывами ДНК. Но все очень похоже. Это другой тип мутаций. Вот в предыдущей работе, может быть, вы видели, там на слайде было написано, что речь шла главным образом о заменах отдельных нуклеотидов, то здесь идет речь уже о разрывах ДНК. Тоже довольно серьезная патология. И тоже, во-первых, неожиданно высокий уровень таких одиночных разрывов в специфических участках генома нейрона. и локализованы эти участки главным образом рядом с теми областями, которые как раз и обеспечивают вот эту высокую пластичность генома. То есть, это области метилирования и деметилирования ДНК, это области так называемых пар гуанинцитозиновых динуклеотидов, которые, в общем, как раз и являются областями, по которым идет часто регуляция активности экспрессии, метилирования, деметилирования и так далее. Таким образом, предполагается, что вот эта находка, она объясняет развитие нейродегенеративных фенотипов, которые встречаются у пациентов, у которых дефективная нарушена система починок одиночных разрывов ДНК. Еще одна статья, очень убедительная на тему платы и в данном случае эта плата привязывается как раз к областям высокой пластичности. Ну и, наконец, человеческие нейроны тоже были просеквенированы, их геном был просеквенирован и найдено и обнаружено увеличение числа мутаций, которые наблюдаются и со старением и при нейродегенеративных расстройствах. Ну и вот такой вывод, который, в общем, вы уже, наверное, почувствовали, что действительно можно сказать, что мозг приобретает новую информацию благодаря каким-то эпигенетическим изменениям, благодаря генетикой, но при этом теряет, может терять очень важную информацию, свою самую важную информацию, а именно генетику. Да, мутации могут, мутации – это процесс случайный, они могут оказаться незначимыми, и, кстати, вот в той первой работе 2016 года они сделали такой эксперимент, они взяли геном нейрона, заменили геном половой клетки мыши на геном нейрона и получили мышь, полноценную мышь вырастили, у которой был геном нейрона с мутациями, но оказалось, что ничего ужасного с этой мыши не случилось, что, в общем, она вполне достигла зрелого возраста и даже могла размножаться. То есть мутация, процесс случайный, но вы биологи, вам не нужно про это рассказывать, вы понимаете. То есть вот работа связана с тем, что нейроны накапливают много мутаций, да, вот что я забыла сказать, а почему еще нейроны могут быть подвержены мутогенезу, не только потому, что они, по-видимому, чаще, чем другие клетки перестраивают активность своих генов. Это связано с очень высоким уровнем метаболизма нейронов тоже, потому что любая активность, любое возбуждение электрическое связано с выбросом свободных радикалов, с активацией окислительных процессов. Ну, а вот эти пластические изменения уже на уровне деконденсации хроматина, они, конечно, еще создают условия и для, например, мобильных элементов, скажем, деметелирования, это облегчение условий для встраивания мобильных элементов, которые тоже есть, они найдены у мыши, у человека, в нервной системе. и еще одна работа 19-го года, которая уже связывает возбуждение с биологическим процессом, с продолжительностью жизни. Связь обратная, как вы уже догадываетесь, в 19-й год Nature началась всего с того, что проанализировали транскриптомы долгожителей, у которых не было каких-то нейродогенеративных расстройств, здоровых долгожителей и тех, кто жил не так долго. Оказалось, что у этих долгожителей была повышена экспрессия гена белка РЭСТ, а этот ген и этот белок оказались связаны со снижением возбуждения в нервной системе. Дальше уже, конечно, использовали мышей. Извините, пожалуйста, за то, что здесь игрушки, просто это кусок лекции, который я читала школьникам. Использовали мышей, сделали нокаут по гену РЭСТ. Оказалось, что действительно у этих мышей повышено возбуждение в нервной системе. Затем уже перешли к нематодам, с которыми можно уже делать все, что угодно и быстро. У нематод обнаружились артологи, гены артологи вот этого гена РЭСТ, связанного со снижением торможения в нервной системе. Ну и с нематодами делали все, что только могли. Во-первых, фармакологически снижали их возбудимость, оказалось, что в этом случае они живут дольше, получили гены модифицированных нематод с повышенной экспрессии гены артологи РЭСТ, они тоже менее возбудимы и живут дольше, а нокаут по тем же генам сокращает жизнь и повышает возбудимость. Можно встроить им гены хлорных каналов, которые будут активироваться гистамином, а гистамин не синтезируется организмом си-элеганс, поэтому можно ввести гистамин потом уже в среду он вызовет открытие этих каналов и мироны будут тормозиться. Ну и как вы уже догадываетесь в этом случае нематоды тоже живут дольше. То есть это какой-то очень универсальный механизм связывающий продолжительность жизни и возбуждение на очень широкой эволюционной шкале и в общем есть основания предполагать что эти явления взаимосвязаны именно потому что возбуждение может быть связано с накоплением числа мутаций мирона. Да, эти работы заставляют вспомнить и целую серию ранних работ и даже более ранних которые говорили о том что за развитие когнитивных функций приходится оплатить довольно высокую плату. Например были выведены линии мух которые учились лучше запоминали лучше. Оказалось что у этих мух тоже снижены подожидной жизни снижена также фертильность конкурентоспособность они неустойчивы к стрессу. Ваши соседи на кафедре высшей нервной деятельности замечательной лаборатории Леонида Викторовича Крушинского в 70-е годы пытались вести отбор на крыс которые бы хорошо решали такую достаточно интеллектуальную задачу экстраполяции. Оказалось что быстрее чем усиление когнитивных функций шло нарастание неврозов при отборе вот этих животных в ряду поколений. И привело это в конце концов к тому что эксперимент пришлось остановить. Вот сейчас его продолжили и вели отбор сразу по двум признакам по способности решать задачу и на низкую тревожность одновременно отбирали. О результатах можете спросить соседей. И в 42-м году еще были эксперименты когда отбирали крыс по способности учиться запоминать и ориентироваться в сложном лабиринте от района. Были получены две линии Брайтон-Далл умных и тупых и вот интересно что эта линия очень долго сохранялась. Видите в 88-м год сколько получается 40 с лишним лет почти 50 вот ну и у них как вы догадываетесь тоже было найдено много проблем в том числе предрасположенность с алкоголизмом. Это вопрос о том насколько дорого может быть усиление когнитивных функций и повышение пластичности. Существует ли литература по людям? Да, конечно она существует и очень много вот но я не буду разбирать все подробно коротко вот лучшие результаты можно показать вот такую кривую здесь показана зависимость риска полярных расстройств от уровня IQ и видно что действительно с повышением IQ у нас есть переход через некоторую черту которая начинает опять при которой начинает увеличиваться вероятность расстройств вот собственно основная дилемма в чем проблема проблема в том что действительно пластичность необходима потому что без этого не решить сложные задачи потому что она дает огромные преимущества и конечно если бы все было только в минус никто бы не стал развивать сложный мозг и никто бы не стал умнеть в эволюции конечно бонус который дает высокая пластичность он большой но и плата за него тоже высокая это прежде всего накопление мутации по-видимому и снижение общей приспособленности с другой стороны можно снизить эту пластичность и защититься от всего жить дольше но при этом при каком-то внезапном изменении условий это проявляется в том что приспособленность снизится что не удастся просчитать заранее возможный ответ возможные изменения во внешних условиях и где золотая середина но по-видимому золотая середина будет зависеть от каких-то внешних условий от того какой период мы живем стабильный или нестабильный действительно эти два этот выбор который осуществляет практически каждый организм и каждая живая система он очевидно должен зависеть от внешних условий кстати это не только в нервной системе но популяция это общая закономерность общая закономерность ну и заключение давайте еще раз вспомним о чем мы говорили в этой части лекции мы говорили о том что увеличение числа нейронов в эволюции позвоночных происходило главным образом за счет увеличения доли глютаматных нейронов и происходило это по-видимому потому что это был самый простой самый дешевый способ энергетически дешевый с другой стороны ставка на возбуждающие рецепторы могла обеспечить высокую пластичность генома и и генома и физиологической пластичности мозга и способствовать быстрому развитию когнитивных функций но за это высокую пластичность пришлось платить высокой мутационной платой есть ли механизмы которые позволяют снизить эффект этой мутационной нагрузки ну и вот пытаясь найти ответ на этот вопрос мы возвращаемся к теме увеличения числа нейронов потому что увеличение числа нейронов может быть на самом деле не столько механизмом повышения когнитивных способностей сколько некоторой подушкой безопасности ну почему это ну это понятно да во первых потому что мутации в одних и тех же не попадают в одни и те же места в разных нейронах если вы просто увеличиваете число копий генома увеличиваете число нейронов то тем самым вы можете несколько снизить эту мутационную нагрузку кстати в эволюции мы знаем и по видимо другие примеры когда тоже увеличивалось число копий генома но происходило это в пределах одной клетки таким примером являются нейроны моллюсков которые полиплодные у которых много копий генома огромное количество большие нейроны и высока копий это тоже может быть одним из механизмов который позволяет как-то бороться с возникновением большого числа мутаций в нервных клетках что у нас здесь еще ну и вот заключение знаете всегда приятно когда обнаруживаешь что каким-то другим способом раньше давно ну вот уже 40 лет назад оказывается похожим выводом люди уже приходили на основе просто анализа математических отношений между энергетическим обменом размером мозга и продолжительностью жизни у млекопитающих и вывод удивительным образом согласуется с тем что стало известно на сегодняшний день взаимосвязи этих процессов значит продолжительность жизни можно рассматривать как алгебраическую сумму двух компонентов и первый компонент это некоторый показатель который отражает низкую скажем скорость метаболизма да но это он обратный для скорости метаболизма да то есть чем ниже скорость метаболизма тем выше продолжительность жизни и дальше мы суммируем этот компонент с цифрализацией с увеличением числа нейронов вот очень похоже вывод кажется довольно логичным и правильным хотя в 83 году мы ничего не знали ни про связь эпигенетики с когнитивными функциями ни про мутационную плату за высокую пластичность нейронов и их высокий метаболизм все это было неизвестно а вывод был сделан уже довольно правильно ну и вот осталось сколько 10 минут у меня наверное мы можем их посвятить вопросам заключение вот я еще раз хочу напомнить тему которую мы сегодня обсуждали и ну вот поделиться с вами таким важным ощущением красоты явления которые мы изучаем спасибо большое чрезвычайно интересно спасибо очень рада очень приятно общаться с эмбриологами у меня это первое общение до этого основные нейробиологи были поскольку я сама нейробиолог ну я надеюсь что наша кафедра если вы не откажетесь вас и впредь будет приглашать потому что это такая развивающаяся зона и такие делаются просто революционные работы мне кажется это нашим выпускникам чрезвычайно интересно нет